Поврежденная техника, легкие травмы и почти 6 часов в блокаде. Так закончилась съемка видеосюжета наших коллег из проекта СтопКоррупции в Николаевской области. Инцидент произошел накануне. Кто и почему мешал активистам, выяснили мои коллеги. Вот смотрите, что происходит. Ага, все. Ага, все, просматривай. Ты проститутка. Смотрите, у нас забирают телефоны, бьют, забирают камеры. Эти кадры сняли журналисты СтопКора в селе Лидии в Николаевской области. Здесь работает один из филиалов компании Нибулон, которая занимается выращиванием сельхозпродукции. Приехать журналистов пригласили местные жители. Мы снимали истории людей, которые зателефоновали нам в редакцию. Они рассказали, что компания Нибулон забрала у них земли. Люди зателефоновали в редакцию, и они захотели, чтобы мы приехали, помогли им разобраться в ситуации. Но услышать опровержение обвинений селян или хотя бы какой-нибудь комментарий журналистам не удалось. Директор попросту скрылся за воротами предприятия. Я вам сказал, я не даю никакие комментарии. Почему вы не даете комментарии? Пишите официальный запись и все вы получите. Провести видеосъемку поля вокруг предприятия группа тоже не смогла. У него получилось первоначально вырвать планшет. Я пытался снова же его забрать. Уже подбежали люди, которые у меня пытались уволить на землю и забрать все остальное. Разобраться в происходящем приехали полицейские. Выяснения затянулись до поздней ночи. Когда мы приехали на место, то застали коллег заблокированными в их собственной машине. Даже под охраной полиции корреспонденты не могли уехать почти шесть часов. Столь агрессивное поведение сотрудники предприятия объяснили тем, что боятся остаться без работы. С директором предприятия нам тоже поговорить не удалось. Он постоянно прятался за спинами сотрудников и всячески избегал общения. Из-за чего разгорелся скандал, рассказала жительница Доманевки Елена Комарчук, которая обратилась к журналистам Стопкора. По ее словам, в конце 90-х Небулон незаконно взял в аренду земли Лидиевского колхоза. В частности, подпись ее отца под отказом от пая подделали, утверждает женщина. Я переживаю за это, потому что я не знаю, что мне одни было надо ждать. Вы понимаете, могу я с работы полететь, могу от родителей в чем-то ущемлять. Ближе к полуночи полиции все-таки удалось вызволить съемочную группу Стопкора. Уже в райотделе журналисты написали заявление на директора филиала и на его работников о препятствовании их профессиональной деятельности. После инцидента общественная организация Стопкоррупции обратилась к международной организации Amnesty International, Верховной Раде и в Национальный союз журналистов. В обращении коллектив Стопкора заявляет, что поддерживает коллег и беспокоится за их жизнь. А противодействие профессиональной деятельности журналистов называет недопустимым. Мы будем внимательно следить за ситуацией и в самой Лидиевке, и за ходом расследования нападения на коллег. Андрей Кровец, Вячеслав Никифоров. Подробности. Телеканал Интер. Николаевская область. Продолжение следует...